Страница 129. Служители преисподней. Пришел к нам ангел во плоти, Помочь спасению наших душ. Он малый путь успел пройти, Хоть отрок, но великий муж. Господь младенца умудрял, А экстрасенсы-колдуны Разврат чинили и развал, И все дела от сатаны. Метали грязь и зло вокруг, Зубами дико скрежеща, В агонии предсмертных мук И прыгали, как саранча. А он спокоен был и тих, И людям в бедах помогал. Бог шлет нам ангелов своих, А мы, как дьявольский кагал, Ослепли от своих грехов, Гордыню оглушены. К нам Бог послал свою любовь, Но нам такие не нужны. Не нашли крик «Распни, распни, А нам вораву срочно дай!» Мы, дети смрадной злой возни, Нам же не нужен Божий рай. И Бог забрал любовь от нас, За то, что предали его. Что он оставил нам сейчас? Ворав и больше ничего. А и Рожков. Когда к Славочке потянулись люди за помощью, То одновременно с этим зашевелились и местные колдуны, Которых охватила зависть к Славочкиным дарам. Но Слава, на удивление, Спокойно реагировал на все их козни и выпады. Он всей душой служил Богу, И очень многие люди нашего военного городка Пошли в церковь, Начали молиться Богу И повели крестить своих детей. А мы тогда со Славочкой были вдвоем, Потому что, как я уже говорила, Моего мужа в то время перевели на новое место службы в город Шадринск, А старшего сына забрали в армию. Но Славочка меня успокоил, Сказав, что в Шадринск мы не поедем, А папа вернется обратно в Чебаркуль, Что потом и исполнилось. Но пока мы были с ним вдвоем, Ему в то время было восемь лет. Именно в этот период времени Произошел случай следующий. Как-то ночью, в двенадцатом часу, К нам постучали. А так как незадолго до этого К нам приходила мама с дочкой По поводу пропавшей кошки, То я подумала, что, может быть, Опять беда у кого-нибудь случилась. Я открываю дверь, И в прихожую врываются две женщины, И с порога объявляют, Что они инопланетяне. Я говорю, да что вы, А они уже требуют, Нам нужен ваш сын. Я говорю, ночью-то? А Славочка уже сам проснулся. Он поднялся, Выходит к ним и говорит, Да какие же вы инопланетяне, Вы, говорит, обыкновенные тетеньки, Только одна из вас плохая, А другая еще хуже. Потом уже я узнала, Что это была местная чернокнижница Со своей родственницей. Одна из этих женщин Была рыженькая, С голубыми глазами. Она Славочку в зале закрыла, И я слышу, как она На Славочку кричит. Там такой крик стоял. А другая женщина Заслонила меня. Стоит и меня не выпускает. В какой-то момент я даже Растерялась и не знала, Что делать. Я подумала, Драться-то я не умею, Ну и не стоять же мне. Надо было их как-то выпроваживать. И я посмотрела на эту колдунью, Которая заслонила меня И не давала пройти к Славочке. А у нее взгляд какой-то дикий. И я ее спросила, Вы давно из психушки? А она говорит, Нет, недавно. Я говорю, Если ты сейчас не отойдешь, Ты снова туда попадешь. И она отошла. Я захожу в зал И вижу такую картину. Славочка спокойненько Сидит на своем стульчике Прямо перед иконой Господа Иисуса Христа. А напротив него Стоит эта рожеволосая колдунья, Которая успела ворваться И закрыть Славочку в зале. Она стоит перед Славочкой Такая злая И кричит, и вяжет, И что-то ему доказывает. А в доме еще отопление не дали. Помню, было холодно, А она вся распаренная, Вся мокрая. Я говорю ей, Что за визгатня, Да еще ночью. А она показывает на Славочку И говорит мне, Он у вас грешный. Я ей говорю, А ты откуда знаешь? А она мне в ответ, Я святая. Я говорю, Да что ты? Сначала вы сказали, Что вы инопланетяне, А сейчас вы святые. Что святым в 12 часов ночи Здесь надо? А она и говорит, Мы святые, Потому что мы инопланетяне. Мне приказано Прийти в это время К вашему сыну И поговорить с ним. У меня есть книга. Она мне досталась На тысячелетие крещения Руси. В этой книге все написано. И эта книга мне сказала, Что ваш сын не от Бога. Потому что от Бога я, А он не от Бога. Потом она стала дальше кричать, Что ей не хочется со Славочкой бороться, Так как он ребенок. И все недоумевало. Зачем ребенку дали такую силу? Говорила, что ничего, мол, не поделаешь. И ей, бедный, с ним придется бороться, Потому что Славочка оказался ее врагом. Про Славочкину помощь людям Она сказала, Ваш сын выходит на Солнце И ставит перед Солнцем человека И смотрит все его органы. Я говорю, И это тебе сказала святая книга? Она говорит, да. Я тогда и говорю, Ты мне скажи, Почему твоя святая книга врет? Ты можешь представить себе Такую картину, Что в нормальной семье военнослужащего Ждут, когда выйдет Солнце, А потом вытаскивают больных людей на Солнце И разглядывают у них органы. Вы, инопланетяне, в своем уме. Она опешила, Стоит и смотрит на меня. А потом она говорит, Сейчас я спрошу у другой книги. И достает старый молитвослов. Смотрю, молитвослов испорчен, В него воткнуты ножницы, И все это перевязано резиночкой. И эта колдунья, Чтобы проверить, Вру я или нет, Начинает поворачивать этот молитвослов Как компас. Я ей тогда говорю, Эй, фокусница, Забирай свои ножницы И иди отсюда. И тут я слышу стук в дверь. Открываю, Заходит Нина Пономарева. Я ей говорю, Ниночка, Ты чего по ночам гуляешь? А она и говорит мне, Валентина Афанасьевна, Вот стою я на кухне, И у меня такое чувство, Что где-то беда. И я пошла к вам. И говорит, А кто это у вас? Я говорю, Да вон пришли две колдуньи. Говорят, Что они инопланетяне и святые. Теперь никак их не выгонишь. А время ночь. И вот мы сели втроем, Славочка, Нина Анатольевна и я. Сидим и ждем, Когда же эти колдуньи Успокоятся. Наконец, Та из них, Которая из психушки, Замолчала. А рыжая все продолжала кричать. Потом она вышла в коридор И продемонстрировала фокус. Внутри нее Раздался щелчок. И она заговорила Не своим голосом, Как под фонограмму. Она стала выше ростом. Синие глаза у нее Поменялись на черные. И мне показалось, Что даже рыжие волосы У нее стали другого цвета. Я пожалела в этот момент, Что не успела повесить Над входом в коридоре Икону. А она начала Не своим голосом Ругать Славочку. Ты получил в школе тройку. Почему ты ленишься? Почему ты получил тройку? И тому подобное. Я только успела Славочку За своей спиной спрятать. А он, ребенок же, Все равно из-за моей спины Выглядывает И удивленно на нее смотрит. А эта колдунья Его ругает не своим голосом. У нее голос стал Какой-то властный. И всякую чушь Она говорила этим властным голосом. Потом снова у нее внутри Раздался щелчок И она обмякла. Снова ее глаза Стали голубыми. Она опять стала Обыкновенным человеком. И мне говорит. Ну что, слышали? Это не я с вами разговаривала. Мы же сказали, Что мы инопланетяне. Я ей тогда сказала. Я все слышала. Это твоя проблема. Кого ты всего Себя запустила? И кто через тебя Разговаривает? Но если я еще раз Увижу тебя рядом С моим сыном, Мне придется Взять в руки палку, Потому что у меня Нет иного выхода. И поэтому я ходила И встречала Славочку Со школы. И в школе сидела с ним, Когда занятий не было, И провожала его, Чтобы эти инопланетяне К нему не приставали. Потом я узнала, Что эта чернокнижница Все равно пыталась Подкараулить Славу У школы. Она хотела, Чтобы Славочка С ней сотрудничал И диагностировал Людей. А она бы этих людей Лечила по своей книге. Вообще, Пока Слава был жив, Большого нашествия Различного рода Экстрасенсов не было. А теперь В Чебаркуле и Миасе Процветает И нагло действует Секта Родостея. А Славочка Всех этих колдунов И экстрасенсов Вообще не боялся. И никак не реагировал На их угрозы И действия. Над человеческими Суевериями, Которым некоторые люди Придают значение, Славочка Просто смеялся. Он шутил И смеялся над этим, Но по-доброму. С такой любовью Он говорил, Ах, ах! На все людские приметы И суеверия Слава вообще Не обращал Никакого внимания. Он мне запретил Велить в какие-либо Приметы, Смотреть на луну И на солнце, И что-либо там Высматривать. И он сказал, Мамочка, Сейчас это могут Показывать Только бесы. Так же равнодушно Славочка Относился И к вере Сновидения. Он вообще Не говорил об этом. Он знал, Что человеку Это не нужно И не говорил об этом. О картежниках, Которые играют И гадают на картах, Этим занятием В то время Увлекалась наша соседка, Славочка сказал, Мамочка, Когда они Карты бросают, Бесы их раскладывают Как надо, И они с них Считывают. Это бесы Им раскидывают Карты. К нам часто Приходили И различные Сектанты. Они просили Славочку, Чтобы он Посмотрел И в книге И магнитофонные Записи С их молитвами. Но Слава Даже не брал Это в руки. Приходили И кришнаитки. Самое печальное В этом было то, Что кришнаитками Были наши Русские девочки. Их так было Жалко. Помню, Они принесли Славочке Свою толстенную Книжку Бхагавадгиту И свои Кришнаитские Кассеты. И просили Меня Пожалуйста, Возьмите их, Пусть ваш сын Послушает. Там такие Истины. А он даже Смотреть на эти Кассеты не стал. Я помню, Как Славочка Вышел к ним И сказал, Я слушать Ничего не буду. Я знаю, Что там написано Все это От сатаны. Заберите Все это Уходите Отсюда. Но они Продолжали Его уговаривать, Чтобы он Все это Послушал. Даже я Уже не выдержала, Вышла к ним И сказала, Вам ясно Сказано Или нет. Он Все это Знает И говорит вам, Что все это От сатаны. А вы Хотите, Чтобы все Это было От Бога? Но не От Бога Это все. Славочка Очень редко Кого-то Выпроваживал. Но Кришнаитому Сразу Сказал Уходите. Бывало, Что к нему Приходили, Например, Свидетели Иеговы Со своей Сторожевой Башнями И другими Журналами. С ними Славочка Еще пытался Разговаривать, Чтобы они Поняли, Что они В заблуждении. Но Кришнаитов Он не Пускал Дальше Коридора И прямо С порога Их Отправлял. И поэтому После того, Как эти Кришнаиты Ушли, Я спросила Славочку. Славочка, А что это Такое Буддийская Религия? И он Мне рассказал Про Будду. Славочка Сказал, Что Будда Был Обыкновенным Человеком И что Потом В него Вошел Злой Дух. И еще Славочка Сказал, Мамочка, Этой Религии Не верь. Эта Религия Полностью От дьявола. Он Буквально Так и Сказал. Поэтому Он даже Не стал Разговаривать С кришнаитами. Я помню, Что еще Спросила Его Про Иглоукалывание. Я ему Говорю, Славочка, Ну там же Хорошая Медицина, Там лечат Иглоукалыванием. А Славочка Мне сказал, Что толку От этого Иглоукалывания Никакого Никакого И он Не рассказал Про Иглоукалывание. Он Сказал, Что эти Активные Точки На теле Человека Действительно Существуют. Но Когда на Эти Точки Начинают Надавливать И Вкручивать В них Иголки, То Потом Эти Точки У Человека Атрофируются И Эти Точки Уже Потом Не Работают. И Когда Такому Человеку Уже Понадобится Реальная Медицинская Помощь, То Эти Точки В теле Человека Уже Не Будут Действовать. Такое же Пагубное Действие На Человека По Славочке Оказывает И Тибетский Массаж, Где Занимаются Медитацией И Тоже Манипулируют С этими Точками На Теле Человека. Славочка Говорил, Что Все Это Для Христианина Смертельно Опасно. А Про Обычный Массаж Славочка Сказал, Что Его Тоже Нужно Делать Очень Осторожно, Потому Что Вы Не Знаете Кому И В Чьи Руки Вы Отдаете Своё Тело. И Ещё Славочка Сказал, Что Ни в коем Случае Нельзя Делать Никаких Манипуляций С Человеческим Дыханием. Сейчас Очень Много Появилось Всяких Популярных Систем Лечебного Дыхания. А Славочка Не признавал Никаких Дыхательных Гимнастик. Он Сказал, Что Манипулировать С дыханием Ни в коем Случа Нельзя. Всю Эту Буддийскую Медицину Он Отвергал Полностью. Славочка Сказал, Что Даже Травы Их Нельзя Принимать Для Лечения. Я Ему На Это Возразила. Славочка, Ну Трава Есть Трава, Почему Нельзя? А Он Сказал, Мамочка, Даже Наши Обыкновенные Медицинские Справочники Намного Безвреднее, Чем Эти Травяные Рецепты Из Восточной Медицины. Русским Людям Надо Знать Наши Травки, Которые Растут В России. Тибетскими Травами Не Нужно Пользоваться. Помню, Я Принесла Славочке Большой Медицинский Справочник Лечебных Растений. Слава Посмотрел Его И Сказал, Мамочка, А здесь Тоже Почти Никакой Правды Нет. То, Что Здесь Написано, Оно Не Лечит, Но Оно И Не Вредит. Из Этого Огромного Справочника Лекарственных Растений Славочка Только Несколько Рецептов Отобрал И Подчеркнул. Он Сказал, Что Вот Эти Рецепты Еще Подойдут Более Менее. Смотри, Глава В помощь Больным И Страждущим Страница 179-192. На Кришна Славочка Славочка Смотрел С Очень Большой Печалью, Потому Что В То В В Эту Секту Массово Пошли Одураченные Люди. Они Организовали Свой Центр В Челябинске И Устраивали Свои Слеты На Озере Чебаркуль. Мы Даже Слышали Протяжный Звук Их Колоколов, Который Шел Оттуда. По Словам Свидетелей Они Даже Поднимали Себя Над Этим Озером И Осветили По Своему Обряду Это Озеро. Жуткие Там Творились Вещи. А Славочка Сказал, Что Из-за Этого Купаться Теперь В Этом Озере Нельзя. И Еще Он Сказал, Что В Этом Озере Потом Будет Тонуть Очень Много Молодых Людей. Особенно Будет Много Тонуть Молодых Мужчин И Мальчиков. С той Поры В Чебаркульском Озере Уже Столько Народа Утонуло. То Змея Какая-нибудь Покусает В воде, То Еще Что-нибудь. Буквально Даже Сейчас, Когда Идешь К Славочке На Могилу, То Рядом С Тропинкой Захоронен Мужчина, Который Был На Рыбалке И Прямо У Берега Утонул. Вот Такие Творятся Вещи После Того Как Кришнаиты Осветили Наше Озеро. И Баптисты К нам Домой Приходили, И Адвентисты, И Свидетели Иеговы, И Кришнаиты, И Рельховцы. На Кого Я Только Не Насмотрелась. Если Кто-то Из Сектантов Бывало И Нагловато Себя Вел, То Мне Запомнились Рельховцы. Они Наоборот Приходили Очень Культурно. Были Очень Хорошо Одеты И Вели Себя Подчеркнуты Деликатно И Вежливо. Помню, Они Культурно Зашли И Спрашивают Меня А Вы Не Боитесь? Я Говорю, А чего Я Должна Бояться? Ну Вот Вы Не Боитесь Так Открыто Говорить О Боге? Ваш Сын Говорит О Боге И Люди Его Слушают А Потом Идут Мастово Креститься Вы Не Боитесь? Я Говорю, А почему Я Должна Бояться? Почти В каждой Деревне Стоят Храмы И Священнослужители В них Постоянно Говорят О Боге Они Со Мной Согласились Да Но Все Дело В том Что Вашему Сыну Верят Реально За Реальные Дела И Поэтому Нашим Врагом Является Ваш Сын Я Тогда Спросила Так Что Получается Что Остальные Вам Не Мешают Они Мне Сказали Нет Но Вот Так Они Культурно Намекали Чтобы Славочка Больше Не Говорил О Боге И Им Вроде Тоже Не Хотелось Б Бороться С Ребенком Но Славочка Их Не Боялся Он Вообще Спокойно Относился Ко Всем Этим Угрозам Видя Как Славочка Спокойно Ко Всем Этим Напастям Относится Я Спросила Его Славочка А у Тебя Есть Враги Помню Слава Сидел Тогда За Столом И Что-то Рисовал Он Очень Внимательно На Меня Посмотрел Своим Огромными Синими Глазами И Сказал Да Мамочка Есть Настоящие Враги Это Масоны И Последователи Мессинга Помню Меня Тогда Еще Удивили Эти Слова Потому Что Именно От Отрока А ему Было Тогда Семь Лет Наверное Я Впервые Узнала О Масонах И О Последователях Гипнотизера Окультиста Вольфа Мессинга Но Я Не Стала Тогда Славочку О них Переспрашивать И Долгое Время Я Вообще Не Знала Кто Такие Эти Масоны И Последователи Мессинга Только Уже Потом Спустя Годы После Кончины Славочки В гостях У одного Священника Я Увидела Книги О Масонах И Поняла Что Они Враги Бога И Что Все Это Очень Серьезно Меня Тогда Это Так Поразило У Маленького Ребенка И Такие Мощные Враги Далее Помню Славочка Мне Рассказал Еще Про Одного Католика Который Тоже Был Сильно Будет Нападать На Него Слава Сказал Потом Мамочка Через Некоторое Время Ко Мне Привяжется Еще Один Католик В Общем То Неплохой Священник Который Решил Что Он Безгрешен Но Один Грех У Него Остался И Славочка Мне Сказал Что Серьезнейших Греха Но Он Очень Сильно Просил Господа О Прощении И Два Греха Ему Господь Простил А Один Грех Так И Остался И Когда Он Мамочка Злится Или Волнуется Он Становится Таким Красным На Лицо Затем Он Заболеет И Не Сможет Так Яростно На Меня Набрасываться У Него Будет Помощник И Он Сам Мало А в это Время Обо Мне Все Больше И Больше Будут Говорить Священники В Этой Епархии Все Смелее И Смелее Будут Произносить Мое Имя А Он Так Сильно Будет Злиться И Один Священник Ему Прямо Скажет Да Хватит Тебе Уже Этот Мальчик Еще Тогда Про Тебя Говорил Уже Столько Лет Прошло А Ты Все Никак Не Просто Католик А Из Какого То Католического Направления Славочка Сказал Из Католической Среды Какое То Сектантское Течение Может Быть Он Будет Униат Я Тогда В Этом Не Разбиралась И Поэтому Передаю Слова Славочке Так Как Я Их Поняла Этот Католик Будет Очень Сильно Нападать На Славочку Но У Него Тоже Ничего Не Выйдет По словам Отрока Результат Будет Такой Что Люди Этого Католика Будут Считать Бесноватым За Его Яростные Нападки На Славочку Его Назовут Бесноватым Видимо Этот Божий Дар Которым Обладал Славочка Был Страшен Не Только Колдунам И Рельховцам Много Было Злобы У Этих Людей Из-за Зависти Всякие Бывали Случа Всего Не Расскажешь Редактор субтитров Редактор субтитров